На проблему хаотичных парковок в жилых секторах Усть-Каменогорска жалуются сотрудники службы экстренного реагирования, а пожарные расчеты застревают в заполненных автомобилями дворах. Накануне в городе горела многоэтажка, а спасателям до места ЧП пришлось добираться объездными путями. Возмущены ситуации и полицейские. Стражи порядка ежедневно фиксируют до 30 нарушений правил стоянки городского транспорта. В вопросе разбирался Вячеслав Витлогин. Это не постановочная съемка. Пожарная команда выезжает по тревоге, но тут же капитулирует. Спецмашина пятится назад. Путь загражден хаотичной парковкой. Огнеборцы ищут другой въезд. Очень часто экипажам пожарных автомобилей приходится практиковать езду задним ходом, потому что двигаться в этих узких, заставленных автомобилями дворах практически невозможно. Например, вчера на этой территории был крупный пожар, и подобраться к нему огнеборцы не смогли. Дорогу огородили, не проехать дальше. Часто такие ситуации случаются? Бывают такие случаи, да. Машины переставят, и все, тут уже проехать нельзя. А в этом случае, прежде чем открыть въездные ворота, нужно взять ключи в квартире номер 4. Так указано в табличке. В итоге борются пожарные как с огнем, так и с дворовым самоуправством. Прибываем на место происшествия в считанные минуты. Бывает это 3 минуты, 5 минут. И, конечно же, развертывание занимает у нас, если нам мешает автомобиль, до 10 минут. За эти 10 минут квартира сгорает. Стоянка у тротуаров в жилом секторе не запрещена. Важно соблюсти дистанцию. 3 метра от борта припаркованного автомобиля до противоположного края дороги. Впрочем, выясняется, что и эти прописанные в ПДД параметры тоже крайне относительны. К сожалению, правила прописаны таким образом. Устанавливают жесткие требования к нормативу расстояний. Но не учитывается радиус закругления проезжей части, не учитывается, скажем, радиус поворота автомобиля. Радиус разворота пожарного КАМАЗа до 10 метров. Автовышка еще не поворотливее. Впрочем, горожане стали чаще сообщать в полицию о фактах нарушений парковки, говорят стражи порядка. Ежедневно поступают жалобы. Мы вынуждены на них реагировать и принимать соответствующие меры административного наказания. Проблемы с парковкой и транспортных средств во дворах, конечно, актуальны. Особенно, если брать старый жилой фонд, где не предусмотрено достаточно количества парковочных мест. По официальным данным, на востоке страны 211 тысяч домов в 70-х годах постройки с узкими въездами и малыми парковочными карманами. Впрочем, и их можно расширить. Только в Усть-Каменогорске 855 миллионов тенге инвестируют в благоустройство 13 дворов. Там планируют расширить дороги и автостоянки. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. Усть-Каменогорск. Хабар-24.